Здравствуйте! Хочу рассказать вам по выкройке воротника хомут. Я считаю, что воротник хомут более мягкий, женственный. В период осенне-весенний он очень хорошо утепляет наше горлышко. Итак, как же строятся вообще воротники хомуты? Вот смотрите, вот воротник хомут. Строится он элементарно просто. Берется прямоугольная ткань. Обязательно делается линия сгиба. Берется наша окружность. Вот когда мы сделали нашу выкройку и промерили по горловине наш объем горловины, то мы берем и откладываем прямоугольник с одной точки в другую эту длину. Берем наш сам воротничок. Вот это его будет в готовом виде вот такая вот высота. То есть он будет сложенный вдвое. Обязательно он у нас будет притачиваться вот в одной из частей. И обязательным является выкройка его по косой. То есть обязательно он выкраивается по косой, иначе он не раскладывается правильно и будет просто у вас как стоять. Значит, он может пришиваться либо вот таким вот образом, да, вот в круговую, смотрите. А здесь вы его можете не сшивать. Тогда он у вас сзади будет немножечко как раскладываться, ложиться на спинку. Если вы его сзади сошьете, то он будет у вас вот таким вот образом раскладываться по спинке. Ну, это я показала такой самый простой способ. Есть способ немножко сложнее. Там, где у нас идет впереди углубленная горловина, да, вот здесь вот она у нас идет округлая. А если мы ее немножечко углубим, ну, например, сейчас я вам покажу. Вот так вот. Мы хотим, чтобы у нас была немножечко углубленная, такой круглый вырез у нас был. Для этого выкраивается наша, наш воротник выкраивается немножечко по-другому. То есть, вот берем нашу часть, да, как прямоугольник, который мы делали. По линии середины переда мы откладываем вниз на то количество сантиметров, насколько вы хотите, чтобы у вас был глубокий выкат. Вот. То есть, удлиняем на вот эту глубину выката. И таким вот мягким соединяем покатый такой, вот видите, у меня соединяется покатой линией. И вот эта часть, эта линия середина переда, это то, что будет у нас притачиваться к центру переда, к середине переда, к горловине. Вот здесь вот должна у нас быть линия сгиба. То есть, вот таких вот деталей, должна быть одна деталь, но она должна обязательно быть вот так вот вдвое согнута. Потом этот у вас воротник, вы, возможно, еще будете загинать, мне одной рукой неудобно, и он у вас будет идти по горловине. Вот эта часть будет втачиваться в нашу горловину. Вот как показано вот здесь, вот в эту ее часть. Ну вот, в принципе, и все. Шейте изделия с воротниками хомут. Надеюсь, видео было полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok